Всем привет, друзья мои! Сегодняшнее видео будет посвящено джиголовкам, чебурашкам, свинцу. Нашему свинцу, который лежит в наших рыболовных коробках. Нередкая ситуация у рыболовок, когда его джиг покрывается вот таким белым налетом, ужасным. Его можно снять тряпочкой, и вот видите, остаются белые следы такие. Это окисление идет свинца, и это даже, я бы сказал, что не очень полезно. Ну и вообще это просто неприятно, когда в нашей коробке свинец покрывается вот таким налетом. Это дело надо счистить. Счищать это бывает иногда просто, а иногда нет. И счистив вот этот налет с нашего свинца, желательно получше это все дело отскоблить. Я сейчас прям не буду досконально это делать. Вот видите, вот он, налет этот. Мы покроем наш свинец лаком. Рыболовным лаком я покрываю. Вот я недавно покрыл просто, значит, белым лаком. И эта джиголовка уже не будет окисляться. Вот они, джиголовки, покрытые просто лаком. Сверху можно еще слоем пройти, и тогда будет джиголовка более, как бы, ну, красивая, более белая. Можно сверху покрыть, допустим, рыжим или красным, или черным рыболовным лаком. Я еще иногда покрываю светящимся лаком. И сейчас я это сделаю. Берем вот такой флуоресцентный лак, называется он светлячок, встряхиваем его и покрываем нашу джиголовку, которую мы покрыли изначально белым лаком, еще слоем вот такого светящегося лака. Все, у нас джиголовка защищена, плюс еще будет светиться. Также можно и вот эту джиголовку сверху покрыть флуоресцентным лаком. И повесим ее сушиться пока. Эту же джиголовку я сначала покрою простым лаком, белым. Тоже его сейчас встряхну и покрою простым белым лаком. Ну, а потом уже сверху, если я надумаю, сейчас еще чуть-чуть зачищу, если надумаю, я покрою его флуоресцентным лаком. Или, может быть, каким-нибудь цветным. Вообще, когда производитель делает джиголовки, очень плохо, что он не заботится ни о чьем здоровье. И вообще, представляете, что происходит там, в реках? Сколько свинца там лежит? И как он там окисляется? И что там вообще на дне происходит? Ну, а в наших коробках я уж помолчу. Окислительный процесс он. Вот, мы покрыли ее белым лаком. И теперь ее повесим сушиться. Где-то через полчаса она уже высохнет. Все, друзья мои, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok